Как вы думаете, в Приднестровье есть коррупция? Ну да. А в каких сферах таможенная была? Есть. Ну, можно сказать, во всех. Образование, да. Суды не знаю, не особо сталкивалась. Можно сказать, таможенная что-то такое тоже есть. Ну, наверное, есть, я так думаю. Она везде есть. Наверное, суды, мне так кажется. Думаю, что в сфере ЖКХ и экономики все могут рассказать о том, что милиция берет взятки, чиновники берут взятки. То есть я не могу сказать честно, кто, как, зачем. Люди говорят. В первую очередь, коррупция должна быть искорена в медицине. Самое главное. Потому что жизнь человека – это самое святое. Сто процентов. Мне кажется… Да, мне кажется, что в любом государстве коррупция есть, будет и с ней бороться практически невозможно, потому что все люди грешны на этой земле и в данное время все хотят жить красиво, поэтому без взяток тут не обходится и без власти тоже. А вообще можно эту проблему решить? Кто должен решать такую проблему? Мне кажется, что это все зависит от менталитета людей, потому что бороться с этим невозможно, потому что это очень скрытно. Люди, которые этим занимаются, они далеко не дураки. И одной из службы в государстве, мне кажется, не справится со всем, что творится. Поэтому это очень сложно. Можно прикрыть какие-то мелкие нарушения, но то, что получается именно в больших глобальных размерах, это очень сложно. Был ряд арестов, когда арестовывали чиновников высокого ранга. Думаю, что борется, даже уверен в этом. А чего не хватает зубки? На что еще нужно обратить внимание? Что делать, чтобы искоренить взяточничество? Взяточничество? Ну, это невозможно искоренить. Это русский менталитет. Если людям дают, они будут брать. Я уверен в этом. К сожалению, невозможно искоренить взяточничество. Весь мир берет и дает взятки. Весь мир. Нет нигде ни одной страны, где бы этого не было. Надеюсь, я надеюсь, конечно, что есть страны, где никто не берет взятки, никто не дает взятки. Но мне кажется, это фантастика. Инструивие ведется в борьбе с коррупцией? Нет. Не знаю, даже когда в паспортный стол попадаешь, там кажется, что там бесконечная очередь. То есть, как бы, сервис никакой, ну, ничего не делает, чтобы это было быстрее. Как будто специально это все усложняет, чтобы люди искали более легкие пути. Мы об этом слышим. Периодически, конечно, что это в одном ведомстве, в другом ведомстве, опять же, кого-то задержали и так далее, при передаче, даче и так далее. Вот. Мы об этом слышим. Соответственно, естественно, у нас сложится мнение, что есть вопросы, которые все-таки люди пытаются решить за денежные знаки. А как вы думаете, что государство должно предпринимать, чтобы искоренить путь? Или, может быть, это не государственная прерогатива решать плотно? Во-первых, мое личное, опять же, субъективная точка зрения, что многие жители, живущие в Приднестровье, у них сложился такой менталитет, что все решают деньги. У нас именно так поставлено еще, мне кажется, после СНГ, когда была перестройка, все решалось реально на самом деле за деньги. Поэтому, мне кажется, у нас менталитет такой, и так люди понимают, что решают деньги в большинстве случаев. Поэтому, как бы, в принципе, ну, с одной стороны, мне кажется, что есть ситуация, если ситуация провоцирует на то, чтобы дали деньги. То есть, как бы, здесь, на самом деле, с двух сторон. Но в любом случае, есть много бюрократических ступеней, которые вынуждают человека отдать денежные знаки, чтобы ускорить или продвинуть какой-то процесс. Как вы считаете, в Приднестровье есть коррупция? Она где? Где ее нету? Вы знаете? Где? Может, вы знаете. И в Америке есть, везде. Коррупция была и будет постоянно. А почему? Как с этим бороться? Бороться? Стрелять их надо. Бороться. Все борются, а толку нету. Даже в том Израиле, в котором люди живут хорошо, ну, как, по сравнению, и то, то же самое. Все берут и дают. Пойди в поликлинику, все ждут. Открывай двери, пожалуйста. Кто имеет много денег, тот и живет. Если нету у людей денег, что он делает? Даже тот, зарплата у него маленькая, врача, преподавателя, милиционера даже. Выход. Ну, вот в Москве, как ребятишки катались, они плевали на все. Потому что у них много денег. Разбаловали людей. Чтобы не было коррупции, надо, чтобы было доверие у народа к власти. Создать всевозможные инструменты, всевозможные механизмы, я не знаю, там, создать условия или климат для того, чтобы народ поверил власти, чтобы они не боялись, не боялись, что их могут подставить. Потому что, допустим, я был в Европе, в Германии, да, мне понравилось, что там люди знают, что полиция, это закон, это не будет, там, тебя никто не подставит, там, тебя никто не, как бы, люди верят в систему. У нас люди верят в систему, как бы, не полностью, вот это так говорить. То есть есть какое-то там «но» и «запятая». Если этого «но» и «запятая» и прочее уберут, если люди поверят, что система работает честно, что она открыта, прозрачно, люди, если будут обращаться в какую-то инстанцию, если они будут искать свою точку зрения, им не будут ставить палки в колеса и так далее и тому подобное. Если это наладится, диалог, структуры, правительство, если не будет этого барьера, тогда я считаю, что это будет, но опять же, это надо провести много реформ, и большой список реформ, и к этому надо подготовить и общество. Вы как считаете, нужно бороться с коррупцией или нет смысла? Конечно, с коррупцией, конечно, нужно. Это была, эта проблема человечества, мне кажется, сейчас на первом плане стоит. Конечно, нужно, естественно, нужно, но какими силами и как с ней бороться, я ума не приложу, честно говоря, потому что это очень сложно. Это глобальная проблема в Приднестровье. А приходилось ли вам слышать, ну, в последнее время, может, чуть раньше, о громких делах, когда действительно понесли заслуженное наказание? Ну, слышал вот в Молдове как-то, Влада Филата, по-моему, посадили, кто он там у них был, какой-то большой шишкой, и посадили за то, что он украл или получил миллиард, даже не знаю чего, евро или, в общем, не до сих пор. Хотя вот он был очень большим и властливым человеком у себя там на родине, но тем самым наказание понес он. А в Приднестровье? Молодцы. Приднестровье про взятки. Честно. Мы не следим толком за новостями, так что об этом не очень информировано. Нет, Приднестровье не слышало громких дел таких, честно говоря. Не слышали. Если государство хочет действительно быть государством наше, то оно действительно должно принимать меры. И сейчас, потому что это уже запущено. Государство должно в первую очередь руководствоваться своими моральными принципами. И все-таки это не бедные люди, у которых нет хлеба дома и нечего кушать. И немножко нужно наступить себе на горло, не брать в какой-то момент те же взятки и не думать, как заработать тысячи, десятки, тысячи, миллионы. А все-таки подумать о том, что всем будет лучше, если разовьются они и разовьют государство. Экономически и политической сфере.